Всем привет, поздравляю всех с началом весны. Кстати, сегодня вышел электробус E17, но троллейбус E17 остался. А сейчас мы продолжаем с вами думать, почему берут электробусы, вместо троллейбусов. Также если вы хотите, чтобы я заснял обзор электробусов Минин, то напишите в комментариях. Как вы знаете, троллейбус не может передвигаться без проводов, если, конечно, он не элитный. Если не будет проводов, то троллейбус не будет передвигаться. И давайте мы посмотрим самые популярные маршруты. Мы видим А90 и Т45, они едут от ЗКПД-4 и приезжают в верхнюю часть. И сейчас я вам выделю электрифицированные места, по которым ходят троллейбусы и эти популярные маршруты. После увиденного, как вы думаете, почему троллейбусы не берут? Все мосты неэлектрифицированные, кроме молитовского, и ТО-трамвайные провода, и троллейбусы наши не смогут добраться из одной части к другой. Это одна из главных проблем, по которым берут электробусы. А троллейбусы ходят отдельно в нижней и верхней части. Но самые популярные маршруты ходят от нижней до верхней части. Можно купить троллейбусы, конечно, которые могут без проводов, но в прошлом видосе я говорил, почему покупать их невыгодно городу. Посмотрите обязательно видос. Да, сейчас идет во всю строительство метро в Нижнем. И большая часть денег уходит на строительство метро. И как вы понимаете, Нижний Новгород будет всеми силами экономить на транспорте, а новые троллейбусы – это дорогое удовольствие. Конечно, есть деньги и на электрифицирование, и на новые троллейбусы, ну-пы, отпустим это. Короче, пока строится метро, государство не будет пробовать что-то в троллейбусном формате, легче им купить электробусы. Ну а пока на этом все, в следующем видео я устрою битву между электробусом и троллейбусом. Какой транспорт будет лучше в Нижнем Новгороде из перечисленных. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, также есть ВК-группа и поддержка канала. Лично каждого буду благодарить за поддержку, и эти люди попадут в следующее видео. Всем пока.